Военный корреспондент Евгений Подубный за свою долгую карьеру, старцевавшую во время второй чеченской кампании, побывал практически во всех горячих точках мира, от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. Он снимал специальные репортажи под обстрелами, помогал эвакуации мирного населения и работал над документальными фильмами, раскрывающими его взгляд на происходящее на поле боя. Евгений Подубный родился 22 августа 1983 года в Белгороде. Родители были связаны с медициной, мама работала хирургом. В 1990 году Евгений пошел в местную школу. В подростковом возрасте часто был на Ближнем Востоке. Еще в школе Евгений писал статьи для радиостанции газет. В 2000 году он подал документы на журфак Белгородского государственного университета, но не попал туда из-за строгого конкурсного отбора. В итоге он поступил на психфак, но продолжал заниматься журналистикой. В 2007 году Подубный снял специальный репортаж о беспорядках в Дании под названием «Укращение строптивых». На следующий год Евгений оказался в числе тех журналистов, которые освещали пятидневную войну в Цхинвале. Мужчина поспособствовал коммуникации между офицерами российской армии и Советом безопасности Южной сети, когда линии связи были нарушены. Журналист передавал нужные сообщения, рискуя своей жизнью. В 2013 году съемочная группа Подубного была обстреляна в Сирии. Журналист с коллегами смогли уцелеть только благодаря счастливой случайности. Они ехали в автомобиле в самом конце колонны. Что касается его личной жизни, Евгений охотно делится с подписчиками рабочими моментами, но личную жизнь предпочитает не афишировать. Известно, что пока журналист так и не обзавелся семьей, хотя ранее в интервью заявлял, что не против в будущем остепениться. Вероятно, отношения мешают напряженной графике. Работа журналиста в Москве он проводит в общей сложности не более трех месяцев в году.